мир вам братья мужи сегодня бы я хотел поднять тему смирение и трусости что же такое смирение действительно что чем она является и как нам быть и определить смирением или находимся или в трусости все таки мне кажется можно дать ответ на этот вопрос христос сказал придите ко мне все труждающиеся и обремененные я успокою вас и возьмите игами на себя и научитесь меня ибо я кроток и смиренен сердцем и найдете покой душам вашим ибо иго мое благо и бремя мое легко матфея 11 глава с 28 по 30 стих смирение это ведь не руки наложить на себя или там заложить руки ноги свои привязать и голову свою между колен как жизнь премудрого пискаря щедринского это ведь не смирение это трусость презренная и потому вот как это определить когда приходит смирение такое и надмене и гордость то можно на это вот духовным индикатором посмотреть если за каждое слово которое тебе говорят обиды у тебя то это все враждебное смирение потому что если есть обиды там нет смирения в притчах сломоновых 18 глава 13 стих говорится перед падением возносится сердце человека а смирение предшествует славе плитчик 22 22 глава 4 стих за смирение следует страх господень богатстве славы и жизнь иеремии 36 и 7 может быть они вознесут смиренное смиренное моление перед лицом господа обратятся каждый от злого пути своего ибо вели гнев и негодование который объявил господь на народ сей книга пророка даниила 3 39 и 87 стих но сокрушенным сердцем и смиренным духом добудут будем приняты благословите праведный и смиренный сердцем господа пойте и превозносить его вовеки вот нас пригласили на застолье на день рождения и там в постный день есть мясо у нас пост великий после среда пятница и нам предлагает это мясо смирением ли будет съесть это мясо или не смирением или чем это будет есть канон который запрещает есть мясо в эти дни то есть пост церковь установила нам что мы должны поститься и мы смиряемся перед церковью но вот мы приходим к людям и люди нам предлагают свои правила говорят поешь ну ради нас хотя бы если вы согласимся на это ты мы окажем непослушание церкви и оказываем смирение перед людьми а перед церковь мы не будем смирены мы будем непослушны и церковь за нарушение допустим великого поста отлучает на два года то есть каково это преступление какое-то каково это нарушение представьте если два два года отлучения за это следует за нарушение великого поста но вот мы поели мясо и что от этого теперь что мы от этого приобрели ничего не прибыли только тяжелее теперь у нас совесть уизвелена и придется ломать ее через колено начать объяснять себе что это из любви к ближнему и чтобы не соблазнить ближнего но надо подумать соблазнить на что почему я рассказываю случай потому что каждый любой православный христианин с ним встречается всю жизнь с такими случаями и христиане многие так называемые они себя они толкует это что ты соблазняешь человек но подумайте на соблазняю на что на соблюдение поста соблазняю на исполнение заповедей соблазняю на то что я верующий во всем это не соблазнение как раз таки это ты даешь человеку увидеть это чтобы он тебе подражал даже то есть ты исповедуешь свою веру исповедание веры это не соблазн вот у меня жена она уверила первый раз именно когда увидела своих родственников строго постящимся и на нее это произвело такое впечатление что она начала изучать а что почему почему люди себя настолько ограничивать в пище то есть она вера то есть ее родственники постились и это было проповедью в пользу христа и нашлось это проповедь нашла свою душу мою жену которая от этого уверовала то есть начало точнее и веры начало интерес именно был в этот момент а представляете если бы вот они приехали к ним то есть моя жена приехал и ради них бы они ничего это не готовили но не постились хотя они кстати готовили им им пищу мясную а сами постились и это произвело впечатление ну вот интересно сколько таких случаев нашей жизни вот примеру еще слово боже нам предписывает мужчину иметь бороду глава 19 двадцать седьмой стих по моему могу ошибки могу ошибаться написано не порти края бороды своей твоей не порти край бороды то есть мнение бога насчет того какая как должен выглядеть мужчина таково что он должен быть с бородой ее даже трогать нельзя бороду но мир на работе на учебе нам навязывать что ты должен быть гладко выбрит если ты и если имеешь бородой должен быть ее обязательно постричь потому что мир от тебя это требует потому что для них это что за непонятное они по языческим традициям живут ну и как вы должны поступить послушать мир или послушать заповедь божий проявить смирение перед миром и привить смирение перед заповедью божий мне кажется тут ответ для христиан должен быть однозначен смирение должно быть только перед богом а перед перед людьми только когда это согласуется со словом божиим если это не согласуется это не смирение будет это будет трусость и потыкательство греху предписывает апостол павел говорит что всякой женщина должна покрываться и всегда быть покрытой 1 коринфянам 11 глава по моему 6 стих об этом как раз говорится и если вы посмотрите толкование что все святые отцы это место толкует как что-то что женщина без исключения должна быть всегда покрыты и не просто покрытая со всякой тщательностью почему мы православные христиане не смиряемся перед этим почему женщины жены почему жены не смиряются перед словом божиим потому что вся библия это слово божие конкретно это место апостол павел отражает волю божию по поводу того как должно выглядеть женщина а это все мелочи кто-то скажет это не мелочь это смирение смирение перед мужем и самое главное смирение перед богом перед его словом это нет не мелочь а если это мелочи женщины ну так оденьте платок хотя бы год походите попробуйте эту мелочь исполнить и вы увидите что вы не сможете это сделать если конечно вы не помолитесь богу и вам он не откроет что это только так и надо делать потому что мнение мира для вас важнее чем мнение бога мнение мирских людей мирские течения мирские стихии захватили нас и мы называя себя христианами на христиан то не совершенно не похожи василий великий говорит кто желает и заботится чтобы одежда или обувь шла ему с целью понравится людям тот очевидно страдает человек угодием удаляется от бога и в самых малоценных вещах вызывает недуг суетность люди сильно предавшиеся житейским попечением подобно откормленным птицам напрасно имей крылья они не могут оторваться от земли ну так почему женщины не оденут платок на работах своих почему мусульманки это делают а наши христианки этого не делают ведь в храме же одевают есть четкое предписание чтобы это делать а почему потому что смирение перед миром смирение подменилась смирением уже смирение а трусостью то есть это называется трусость и уже такая подмена произошла что мы уже сами полюбили мирские обычаи иван златоус говорит вижу что многие после крещения живут небрежнее не крестившихся и даже не иметь никакого признака христианской жизни потому не на торище не церкви не скоро различишь кто верующий а кто не верующий от себя добавлю так и вообще не различишь здесь мы ходим на работу а это и не знаешь что человек верующий а потом видишь в церкви человека какая разница какое отличие христианина нет христины никакого отличия полностью слились слились с миром дальше говорит златоус раз только при совершении тайн сможешь увидеть что одни бывают высылаем и другие остаются в храме ну то есть раньше то есть в церкви должно выполняться оглашенные зрители должны люди которые некрещенные оглашенные они должны сходить но сейчас это у нас и и это не выполняется между тем следовало бы отличаться не по месту а по нраву достоинства внешне обыкновенно познаются по внешним признакам а наши достоинства надо бы распозвать и по душе верующий должен быть виден не только по дару но и по новой жизни верующий должен быть светильником для мира и солью а если ты саму себе не светишь не предотвращаешь сотни собственной гнилости то почему нам узнать тебя по всему ли тому что ты погружался в священные воды но это может довести тебя до наказания величие почести для нежелающих жить сообразно этой почте увеличивает казнь верующий должен блистать не тем одним что получил от бога но и тем что ему собственно принадлежит на одну шум он по всему был виден по всему должен быть ведь видим верующий по поступи по взору по виду и по голосу говорю об этом для того чтобы нам наблюдать благоприличие не для показа для пользы тех кто смотрит на нас а теперь с какой стороны не стараюсь распознать тебя везде нахожу тебя в противоположном состоянии хочу ли заключить себе по месту вижу тебя на конских ресталищах на зрелищах вижу что ты проводишь дни в беззакония в худых скобищах на рынках сообществ людьми развратными добавлю в театрах в кинотеатрах в ресторанах хочу ли заключить себе по виду твоего лица вижу что не просто не непрестанно смеешься и россии и подобно развратной блуднице у которой никогда не закрывается рот это делаешь станет стану судить ли тебе по одежде вижу что ты наряжен ничем не лучше комедианта штаны и брюки мужские блестяшки всякие для женщин мужчина обтягивающие это я уже от себя добавил стану судить тебе по пусть по спутникам твоим вижу что ты водишься что ты водишь за собой тунеядцев и стецов тунеядцы и стецы если у нас братья христиане друзья тунеядцы и стецы с кем можно поржать посмеяться о пустом поговорить попразднословить они неверующие мы с ними общаемся мы им не благовествуем мы им вопрос ребром не ставим всю жизнь пять лет там десять лет с ними с дружим и они так и остаются неверующие мы никак не влияем на их жизнь они тунеядцы и стецы а христиане не должны с такими общаться если человек отвергает христову истину то какая польза от общения с таким человеком и какую пользу ты для него можешь принести если ты не благовествующим стану ли судите тебе по словам говорит златоуст слышу что ты не произносишь ничего здравого дельного полезного для нашей жизни буду ли сидите тебе по твоему столу здесь открывается еще более причин к осуждению то есть нарушение по 100 сладости всякие обман один обман вот что говорит иван златоуст что мы по внешнему виду даже отличаться не только и по нраву понятно дело это самое главное но ведь и даже внешний вид не можем изменить нам для нас очень важно мнение мир а яков апостол говорит глава 4 стих 4 прелюбодеи прелюбодейцы не знаете ли что дружба с миром есть вражда против бога и так кто хочет быть другом миру тот становится врагом богу братья когда мы хотим угодить миру мы хоть значит мы дружим с ним и значит мы враждуем против бога это надо пояснить эти стихи на запомнить раз и навсегда потому что когда я это осознал то я начал все перерывать мосты и духовная жизнь моя значительно улучшилась писание мне стало ближе стабильнее стало с духовное состояние молитва посла пошла лучше общение все это с миром перенимание на себя вот эти мирских образов убивают душу христианин евангелие ты она 2 глава по моему 15 стих говорит не любите мир не того что в мире кто любит мир в том нет любви очень любовь к миру это все обман там нет никакой любви и посему братья прошу вас подумать на это зачем на это хотя я не учите но вот я просто свой передаю опыт и читаю вам писание и вот святых отцов и тут нечего будет ничего противопоставить то есть тут невозможно спорить и но так и есть но так в итоге что мы имеем мы смиряемся перед миром но не смиряемся перед богом и его заповедью дьявол сделал великую подмену он нам подменил смирение мы теперь называем смирением это убеганием от проблемы оставлением все на так допустим человек идет мы ему не свидетельствуем христе потому что такую мысль мы говорим смиренно говорим но если богу надо он его сам приведет к церкви или бог сам приведет людей какая большая ошибка сколько священников это произносит и говорят и поэтому не проповедуют они не приводит людей ко христу поэтому братья перед людьми смиряться можно только тогда когда это слово слов согласуется по слову бог если например муж подкаблучник слова не может сказать присутствует жены то это не смирение а позор смирению хорошо учиться при развитом воображении вот ты в тюрьме и никогда не выйдешь над собой зри суровых начальников ты бесправен как бы ты повел себя имеет ли значение все что кажа кажется сегодня обидным для тебя никакого начать нужно сразу же осудив свои капризы приемли данность его положение и вы не воздымайся на высшее самохотение согласен на все что не противоречит библии канонам церкви язык зажми больше пока не нужно ничего молись хорошо постись и поменьше спи трудись до пота говорит игнати тихоныч лапкин я с ним согласен смирение только в том ты даст соглашаться но только в том что не противоречит библии и канонам церкви а мы полностью погрузились в это в мирские попечения и в мирские заботы мирские образы и мысли и смиряемся только перед ними у федорова миха у федора михалыча достоевского в братьях карамазовых очень хорошо описано то состояние в котором мы сегодня пребывали великий и мудрый дух дьявол говорит слова христу мы исправим подвиг твой о мы убедим их наконец не гордиться ибо ты вознес их и тем самым научил гордиться мы им позволим грешить тихо умрут они тихо угасан твое имя твое и за гробом обрящут лишь смерть слышите что говорит дьявол говорит они тихо будут жить тихо умрут они они будут грешить мы будут смиренными тихо угасут они во имя твое то есть во имя христа угаснут тихо и за гробом обрящут лишь смерть говорят ты придешь со своими гордыми и могучими но мы скажем что они спасли лишь самих себя а мы спасли всех я говорит дьявол ушел от гордых и воротился к смиренным мы разрешим слабосильной природе его хотя бы и грех но с нашего позволения сегодня это все творится в наших крамах православной русской церкви сегодня допускается этот грех главное чтобы ты был смиренный смирился ну исповедуешь все грех будет прощен исповедуешься протестивши нет братья такого быть не может никогда так церковь не считал и не считает канона церкви строгий за каждый грех есть наказание вечное и поэтому каноны так рассчитаны на то чтобы человек здесь уже исцелил свою совесть и здесь уже понял что он сделал никогда не соглашайтесь братья на отсутствие 5 м не обязательно выпрашивать и питьевию притом строго по канону иначе никогда не боится никогда не избавиться от сожженной совести который который будет твердить тебе что что-то не так почему я постоянно повторяю один и тот же грех почему я постоянно грешу и со временем вам придется переломить эту совесть и признать что ну и пусть этот грех так останется главное я смирюсь и буду смирен перед богом тала господь меня простит а вот там в миру они грешат но не исповедуются не кается а я вот ну грешу но каюсь исповедуюсь и мне обещано спасение поэтому братья не узнаем ли мы в этом себя я вот себя узнаю в прошлое время когда я еще не обдумал об этом вопросе но когда я понял что это большая уловка дьявол я конечно от этого отошел и всем желаю также реального смирения перед богом и его заповедями а перед миром и с миром может быть только вражда вражда какая у нас одно оружие против дьявола это и против врагов которые на нас воюют это молитва и полное себя охранение и не участие в делах тьмы а мирские дела это делать делать мы не участвуйте в этом братья и тогда и духовная жизнь стабильнее станет и откроются многие наши согрешения которых мы даже и не знаем слава тебе боже наш слава тебе